Здоровки, Амиго! Рад приветствовать тебя на канале Амиго, и это реакция на Звездного Капитана. Почему нельзя победить в игре Кальмара? Слушайте, данный сериал я смотрел целых 9 серий с залпом, просто вот так вот бум, и посмотрел, и остался очень довольным, потому что я не ожидал от корейского сериала такой интересный сюжет, и так все интересно сделано, поставлено. Ребятки, кто поставил тоже сразу же все 9 серий, пишите в комментарии, будет интересно почитать, много ли нас. Ну а мы погнали посмотрим теории, теории про данную, данный сериал. В данном видео мы продолжаем рубрику «Почему нельзя победить». Сегодня я рассмотрю советы, как победить к сериалу, играв Кальмара. Итак, сегодня у нас жирный гость. Ролик с советами по победе в играх из сериала «Играв Кальмара» взяться на язычного канала «Синему, убей свою бабушку Самари». На момент написания сценариева обсуждаемого видоса набралось 22 миллиона просмотров. Наверное, потому что советы в нем явно в этот раз полезны и рабочие, подумали вы. Какие могут быть советы в игре на выживание вообще? Возможно, они действительно ничего. Ведь любая ошибка, то есть у тебя нет хитпоинта там, знаете, из жизни, типа ты там можешь совершать ошибки. У тебя здесь всего одна попытка. То есть, блин, если ты смотришь как зритель со стороны, то да, ты такой, я бы, наверное, в этой ситуации, я бы, наверное, сделал бы так или вот так. Но на самом деле, если окунуться полностью в эту ситуацию, то ты, скорее всего, бы, ну, немножко так обосрался бы. Ну, как минимум бы испытал бы страх за собственную жизнь, потому что у тебя нету права на ошибки, и тебе нужно думать, как бы выжить. И, опять же повторяюсь, у тебя нету права на ошибки, и это, в этом и поставлена вся концепция данного сериала. Потому что, как бы ты не строил бы теории в голове, вот я бы вот так вот сделал бы, вот так вот бы, в момент эффекта у тебя не особо будет много времени на что-то такое сверхгениальное. Особенно, когда ты что-то не знаешь, например, да, в данной игре кальмара ты не знал, что произойдет с тобой, блин, в тот или иной момент. Типа, да, какое будет задание там или что там, ты такой, а-а-а-а-а. Ну, это стрёмно. Просто я пытаюсь мыслить прям вот так вот, вот буквально, вот прям вот буквально. Что я бы попал в данную игру кальмара, я бы попросился бы выйти из неё бы. Если бы дали такой шанс выйти из неё, я бы в неё не вернулся, потому что нет ничего дороже жизни. Да, даже не странно то, что на тебе куча кредитов, чёрт побери. Ладно, погнали. Ой, мне вот этот актёр понравился, который, с которым он играл, вот эти кидал, как бумажки. Актёр офигенный. Сначала я воспользуюсь волшебными ножницами и немного укорочу разбираемый ролик. Он идёт целых 44 минуты. Не знаю почему, но именно он мне очень понравился. И я не хочу дать ваше многое ценное время на рожёвывание каждого совета. Так как изначально автор оригинала даёт советы, как победить игры, то только их я и оставлю. Чикаем и получаем, что от 44 минут остаётся всего 9. Да, именно столько времени отводится на советы именно по играм. Но стойте. Вы же понимаете, что речь о каналах с тематикой, как победить. О чём 44 минуты можно было разговаривать? Следовательно, нам нужно порезать ещё и советы, которые были показаны в самом сериале. А точнее, 35 минут. Чикаем и получаем чуть меньше 4 минут. Да, не густо. И не расстраивайтесь по поводу советов Cinema Summary, которые давались не по играм и которые я разбирать не буду. Все они бредовые. Например, нам предлагают пристально наблюдать за мужиками в цветных комбинезонах и масках. Типа вот у этих кружочки, а вот у тех квадратики. Так-то очевидно видно просто. Значит, наверное, может быть, возможно, у персонала есть иерархия. Шатайте мой дом, ты гений, Cinema Summary. Это видно невооружённым глазом просто сразу. Ладно, переносимся на 11 минуту англоязычного ролика к советам по первой игре. Красный свет, зелёный свет. Тише едешь, дальше будешь. Море волнуется раз, как хотите, так и называйте. Смысл от этого не меняется. Если коротко, то правила следующие. Вы на огромном поле. В конце стоит кукла. Когда она отворачивается, можно бежать или идти. А когда роботек поворачивает голову в вашу сторону, нужно моментально замереть. Или вас застрелят. Красный свет. А! Похоже, игра была в страшной воле богов. Кстати, так и не поставил в страшную волю богов. Правила у нашей кальмороидной игры очевидны и простыны. Ребята, стоит ли создать страшную волю богов? А теперь давайте послушаем советы Cinema Summary. Пожалуйста, подскажите. Для начала нам предлагают не паниковать, а брать пример с дедули, который, по словам автора, всё делает правильно. Но, само собой, он всё делает правильно, учитывая, что он не первый раз участвует в подобных играх. Далее нам предлагают измерить длину поля при помощи большого пальца. Нужно выставить палец вперёд на куклу. Поморгать, перевести всё в метр, основываясь на расстоянии между вашими глазами. Которые мы переведём сначала в длину вашей руки, а потом узнаем и количество метров до куклы. По словам Cinema Summary, выйдет где-то от 90 до 120 метров. Очень полезная информация. Зачем только она нам? Можно ползком. Ползком так. На четвереньках человек лучше передвигается и лёжа устойчивее. Погибли те, кто дёргался во время поворота куклы или кто вначале стоял... Хотя, слушай, ну в принципе, да, может быть. Ну хотя нифиг его знает. Но мне кажется, ползком, наверное, можно было бы попробовать. Успели бы мы за 2 минуты. Сколько там минуты? Что-то я пропустил. 5 минут было выделено. Надо типа ползком. Блин, ну долго. Пришлось бы чуть-чуть на четвереньках. Не, ну ладно, хорош. Всё. Ко. Красный свет. Так. Но советы на этом не заканчиваются. Нам говорят, что нужно бежать так, чтобы случайно не упасть. Необходимо смотреть себе под ноги, а то мало ли. А на куклу кто будет смотреть? Ну герои, мы же все тупые, со старческой деменцией. Не додумались до столь гениальной стратегии. Следующий совет, бежать за жирными и широкими мужиками. Чтобы кукла вас не увидела. Ой, персонажи это и так делали. А я вроде хотел вырезать показанные в сериале советы. Ну да ладно. Других советов по этой игре нет. Переходим к следующей. Мы попадаем на детскую игровую площадку на гормонах. Игрокам выдают формочки с сахарными вкусняшками и иголку. Этой иголкой нужно выдолбить продавленную фигурку из остальной печеньки. Да так, чтобы нужная вам часть не сломалась. Если мы напортачим, то нас чпокнут. Сразу стоит уточнить, что правила у всех игр довольно строгие. Нужно делать именно то, что было сказано по заданию. Использовать предметы, которые вы тайком взяли до попадания на остров нельзя. Вас за это убьют, если поймают. Например, если сказали прыгать на стекло, то нужно прыгать на стекло. Попытка схватиться за перила по бокам приведет к вашему уничтожению. Сказали тянуть канат, нужно тянуть канат. Привязывать канат к поручням нельзя или кирдык башка. Ну так вот, вкусняшки вы можете тыкать иголкой. Можно слюнявить саму иголку. Или, как выяснил главный герой, можно полизать печеньку. И сделать ее более податливой, что позволит извлечь нужную фигурку с меньшими усилиями. Это неприкольный момент. Дедыки. Что же советуют синему саммаре? Ну, он говорит, что игрокам следует правильно выбирать форму. Ведь чем она будет сложнее, тем труднее будет ее извлечь. Ну как бы мы узнали бы. Странно, я думал, у меня в названии канала написано Капитан, а не у него. Серьезно? Да. Далее нам начинают рассказывать, как готовят использованные в игре печеньки. И даже показывают график, указывающий на высокий процент появления трещин. При неаккуратной попытке выдолбить фигурку иголкой. Далее нам советуют обратить внимание на игроков до начала состязания. Типа в команде точно есть чувак, который знает больше других. И он первым пойдет к двери с самой легкой фигурой. Но мы, смотревшие сериал, как бы знаем, что такой чувак есть. А герои фильма об этом знать не могут. Да и в игре Красный свет, Зеленый свет тоже был чувак, который первый побежал. Далее наступает очередь совсем странного совета, который только все усложняет. Нам говорят, что Кихун начал облизывать печеньку, сделав ее более легкой и мягкой для отсоединения. Но он тупой. Ведь можно было использовать лежащую под печенькой губку для сбора пота со своего тела. Которым уже можно было бы обработать печеньку. То есть, вместо простых слюней, которые доступны здесь и сейчас. Нам предлагают сцеживать свой пот, а потом капать им на сахарное изделие. Нахрена? А главное, нахрена? Ведь нам уже показали более простой способ решения проблемы. Просто оближи печеньку. Советы Кашу Бедиши должны указывать на ошибки героев. И давать более легкие варианты победы, а не усложнять то, что и так работает. Далее у нас идет перетягивание каната. Две команды встают на разные платформы. Их пристегивают к канату, и они должны его перетягивать. Проигравшие погибают, все. Как бы ничего тут добавить. Повел бы дельно простые, нарушать их нельзя. Какие же советы нам дает Cinema Summary? Ну, нам рассказывают историю такого состязания, как перетягивание каната. Все, я понял, что там срок 4 минуты длилась. Наговорившись, нам предлагают углубиться в тактику профессиональных команд по перетягиванию каната. Ну, круто, конечно, когда у тебя под рукой есть интернет. И ты можешь погуглить такую информацию. Ну, давайте на секунду рассмотрим команды, которые были в сериале. В команде Кихуна продвинутые правила по перетягиванию поверхностного. Пока дедуля знал. Настолько дедулька, и никто больше. Остальные команды также тянули, как могли, используя примитивные тактики. Поэтому все советы, как победить из профессиональных игр, о которых мы, не увлекаясь этим видом спорта, знать не можем, я вычеркиваю. Отмечили, что большая часть сложных приемов прокатывает, если вы, как и положено при перетягивании каната, делаете это на земле. А герои сериала стояли на довольно скользкой поверхности, в гребанных плоских кедах. В тапочках, можно так сказать, даже скользкие кеды. Я вообще поражаюсь, как они держались на ногах. А это просто опупический совет. Нам предлагают привязать часть своего каната к перилам по бокам. Привязать канат к перилам. А давайте еще вот у этого мужика отберем автомат и постреляем по команде соперников. Логично, да. Ну, а почему нет? Совет тоже гениальный. Ну и все. Далее новая игра. Люди делят на пары и раздают мешочки, в каждом из которых по 10 стеклянных шариков. Люди в паре должны играть друг с другом в любую детскую игру. И один должен выиграть у другого все шарики. Cinema Summer хвалит хитрость Санву, которую обманул Добряка Али, после чего беднягу убили. Блин, это очень грустный момент на самом деле. Он предлагает нам тоже обманывать, заставив своего напарника сыграть в игру, в которой только вы знаете, как победить. Нам предлагают свалить все шарики в одну кучу. И по очереди забирать либо по одному, либо по два шарика. Саммери говорит, что нужно обязательно ходить первым. И убрать сначала два шарика. А потом убирать противоположное количество от того, сколько убирает ваш соперник. Например, он убирает два, а вы один. И наоборот. Тот, кто забирает последний шарик, выигрывает все. План плох во всем. Игрок может отказаться от вашей игры и предложить другую. Или может разговорить ваш план, сходить первым и оставить вас в дураках. Синема Саммери сам понимает это. А потому предлагает нам в крысу, как санву, обокрась нашего напарника. Пока тот отвлечется по какой-нибудь причине. Но это и так было в сериале, а потому за совет не считается. Ну, хотя и в крысу, но больше показывались, наверное, те чувства, которые испытывал он. Ему не хотелось вообще никак, вообще вот этими играми. Ну и он боялся, естественно, тоже. Хотя да, наверное, да, наверное, правильная будет формулировка в крысу. Блин, ну жалко было. Очень жалко этого героя было. И очень было жесткое задание. И я реально такой сидел. Как же мне жалко этого чела. Какая же жесткая игра. Прямо реально жесткая. Если бы они знали бы, что в игре реально, ну, камон. Они выбрали всех, с кем были близки, блин. Есть две дорожки со стеклянными квадратами, идущими параллельно. Вам нужно по ним прыгать. Одно стекло обычное, ваш вес выдержать не сможет. В сериале намекалось, что ты должен быть сам за себя. Другой закаленный с вашей тушкой справится. Хвататься за металлические палки нельзя. Это приведет к вашему моментальному выпилу охраной. Можно только прыгать на квадраты, о чем было сказано в начале игры. И прыгать только на него. Без знаний про изготовление стекла данное испытание превращается в банальную игру на удачу. В целом же классики призваны просто сократить количество участников до минимального, для более драматичного финала. Итак, какие же советы, как победить мы тут получаем? Пропустив несколько минут рассуждения о шансах каждого участника, нам предлагают схватить оставленные ботинки, обвернуть в одежду и начать бить по квадратам, выясняя, где обычное стекло. И еще нам предлагают идти по металлическим ребрам моста. Оба варианта приведут к вашей смерти. Как я уже говорил, правила в этой игре простые. Вам нужно прыгать на квадраты и ничего больше. Другие действия неприемлемы. Сами подумайте, разрешили бы организаторы бить стекла издалека. Или идти по ребрам моста. Было бы как-то нелогично, да? Какой бы тогда в этой игре был смысл? Это даже звучит глупо. Cinema Summary это и сам понимает. А потому предлагает подначивать других игроков на подобные действия, чтобы проверить, как поведет себя охрана. Последняя игра это игра в кальмара. Один игрок защитник, другой нападающий. Первый, чтобы выиграть, не должен противнику давать шансы пройти. А второму, наоборот, нужно пройти. И в конце попасть в голову кальмара и топнуть ногой, что сделает его победителем. Никаких дельных советов мы тут не получаем. Нам просто пересказывают правила и дают невнятные рекомендации, как лучше орудовать ножом. Но финальная игра это всего лишь ширма. Тут главное не правило, а желание усмотрящих богатеев получить зрелище. Из двоих финалистов один должен просто убить другого. И не важно, кто именно это сделает. Как бы, в принципе, так было уже логично. Занятие довольно глупое. Кто-то один должен был победить. Силы, ловкость, умение владеть холодным оружием. И в конце концов от удачи. А не от вшивых советов человека, который ножом пользовался, скорее всего, только для резки хлеба. Это все на сегодня. Ну действительно, слушай. Че орешь? Че-то приснилось? Чего такое? Все нормально? Все, спи. Чикаем и получаем, что от 44 минут остается всего 9. Бусян. Дай записаться. Бусян. Ну, Бусян. А когда роботек поворачивает голову в вашу сторону, нужно моментально... Улететь. Черт. Ну, блин. Ну и вправду. Да, он вот разобрал советы. И я полностью согласен, что это реально бредово где-то. И в первую очередь надо не забывать, что все продумано очень хорошо. Просто единственное, что в самом сериале нам не дали понять в полной мере, что если мы будем где-то пытаться хитрить, то сразу же чпекнут нас. Чпекнут просто. Вот. Единственное, что вот в этом не давали нам какого-то намека. А так, в принципе, я полностью согласен со Звездным Капитаном, что тут реально сложно следует этим советам реально победить. И лучше какие-то более годные советы принимать. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok